Протяженность Красноярского края с севера на юг практически 3000 километров, но из-за сурового климата предприятия, которые способны накормить всех жителей региона, сосредоточились на небольшой территории, в основном это южная и центральная части, и мы побывали в Каннске, Минусинске, Шарыпово для того, чтобы посмотреть, чем и как сегодня живут предприятия, которые обеспечивают нашу с вами продовольственную безопасность. И об этом наш проект «Наша еда». Если мы ничего не будем менять, мы будем сильно зависеть от импорта. Мы сможем насытить свой край, во всяком случае, юг Красноярского края до города Красноярска без проблем. Мы гарантируем качество, мы не используем химикатов, прямо отличительная черта. О качестве импортных продуктов мы практически уже наслышаны многие. Как делают молочные продукты, сыр, мясные деликатесы и колбасы? Чем мы можем заменить норвежскую форель, европейскую свинину и мраморную говядину? Сбегая вперед, скажем, можем и не хуже. Сами пробовали. В рамках одного проекта невозможно показать все предприятия края, но мы хотели своими глазами увидеть технологию производства настоящих натуральных продуктов и показать те предприятия, где, несмотря ни на какую экономику, главный приоритет сегодня – здоровье покупателей, а иногда даже и гастрономическое удовольствие. В первой серии проекта «Наша еда» отправляемся на восток Красноярского края, в Каннск. Начнем с мяса. Гастрономический шик от мясокомбината для любителей пикантной закуски – вяленая индейка, местный деликатес. Готовится из цельных кусков филе птицы. Тут не подделаешь, сразу видно натуральный продукт. Вялится несколько суток и вот так аппетитно выглядит в готовом виде. И еще одна небольшая гордость комбината – настоящая ручная лепка не только пельменей, но и даже котлет. Как до сих пор здесь считают, никакое даже самое современное оборудование не заменит тепло человеческих рук. Покупатель это чувствует. По вкусу она мясом пахнет. И бутерброды из нее хорошие. Потому что это наше производство, мы поддерживаем не только своего производителя. И мы знаем тех людей, которые работают на этом производстве. И мы знаем, что там закладываются настоящие продукты, не какая-то там выдуманная субстанция, а все-таки те продукты, которые должны быть в настоящей колбасе. Кстати, оборудование импортное. И сейчас, признается директор, его плановый ремонт стал дороже в два раза. При этом предприятие полгода держало цену на свою продукцию, несмотря на текущую экономику, стабильными. Но это все-таки бизнес. И выбор есть всегда. Ухудшать качество и не поднимать цены, либо немного поднять и делать все по-прежнему из мяса. Выбрали качество. Сегодня комбинат выпускает 100 видов колбасы, 20 видов полуфабрикатов, ручной лепки. Более того, в этот кризисный год готов расширять ассортимент, начать выпускать тушенку, коптить рыбу. Ситуация в экономике только подстегивает ответственного производителя становиться сильнее. В январе мы сделали первый шаг. Мы повезли Саиногорск, Абакан. То есть начали для себя пробовать войти на новый рынок, в котором мы раньше не присутствовали. Поэтому задача есть и по Хакасии, и по Иркутску. Ну вот будем в этом году пытаться как-то расширять свою географию. А дальше мы отправляемся в Шарыповский район. В одно из рыбных хозяйств, где разводят сибирского осетра, форель, карпа и толстолобика. Как получается вкусный рыбный деликатес по уникальной местной технологии в следующей серии нашего проекта «Наша еда».